Привет, дорогие друзья, с вами Андрей на канале Урбанист. Сегодня я получил очередную посылку, и в этой посылке находится зубная щетка, ультразвуковая зубная щетка. Это Аклеен, Аклеен Ваяж. Ну, вроде бы как 90 дней жизни батареи, если я так понимаю, один раз чистить. В общем, мотор здесь, ультразвуковые вибрации, ультразвуковыми вибрациями идет очистка. И мотор здесь аж на целых 76 тысяч вибраций. Это очень круто, конечно. 5 режимов вибрации, 2 щетки дополнительных в комплекте. Ну и, в принципе, еще, по-моему, чехол здесь должен быть для путешествий. Да, вот он, на картинке чехол для путешествий. В принципе, это и все. Ну что ж, вытаскиваем. Первым делом идет инструкция. Так, инструкция. Ёлки-палки. На украинском языке даже есть. Спасибник корыстуача. На украинском. На русском есть. На русском есть. Так, руководство пользователя. Управление кнопками. Управление кнопкой включения и так далее. Ну, в общем, даже на русском языке все есть. Отличненько. Что ж, вот такая вот щеточка. Очень стильная. Очень стильная и красивая. Так, заряжаем, заряжаем здесь через USB Type-C. Ну, не идеальное решение, конечно, но, в принципе, нормально. Сойдет. Что ж, кнопка одна, судя по всему. Ой, я включил, и она сразу заработала. Ночной режим. Так, какой-то любимый. Облачко. Интересно. Ну, в общем, работает. Да. Ночной режим на ночь. Какой-то... В общем, это все надо изучать. Что эти все режимы значат. Я еще не читал, но, в общем, работает уже. Так, чехольчик. Чехольчик – это круто. Такой, ну, скажем так, прорезиненный чехольчик. Берем сюда. О, здесь даже целых три щетки в комплекте. Я думал, что здесь всего-навсего две в комплекте насадки. Ну, круто. Очень и очень круто. Так, берем. В принципе, вот так все и становится. Раз. На три щетки закрываем. О, как раз мне нужно вот на троих. Да, сейчас у меня моя отдельная щетка. И вот еще трем людям в семье другая щетка. Ну, что ж, классный чехольчик. Не протекаемый. Очень классный. Так, здесь вот эта штучка защита. Колпачок на сами щетки непосредственно. И в комплекте есть вот USB Type-C зарядочка. Все, больше особо ничего. На всякий случай я попробовал найти в приложении по Bluetooth эту зубную щетку. Нет, не находится. Нет, здесь Bluetooth. И, соответственно, эта щетка просто обычная щетка. Здесь у меня есть вот такая щетка. Она и с экраном, и с Bluetooth. И все можно в приложении посмотреть, как я чищу и так далее. То есть, нет. Эта щетка стоит раза в три или четыре дешевле. И здесь нет Bluetooth, поэтому обычная щетка. Но принцип-то не меняется. На самом деле, мне такой щетки с головой хватит. Вот эти все функции, которые здесь есть. Ну, можно посмотреть. Иногда я смотрю, конечно. Если одному пользоваться, то здесь показывает индикатор, сколько раз я чистил. И через сколько можно уже заменить. Там 400 минут, и все, и можно заменять. Это, конечно, удобно. Но когда чистит несколько человек, эта функция уже не актуальна. Да, оно показывает, как я чищу и так далее. То есть, если использовать одному, вот как я использую. Да, это актуально. Нормально. Можно в приложении смотреть, как я чищу. Там в процентах показывают. Все отлично. Но, например, будет еще три человека. Это уже просто неудобно. Эта щетка, в общем, для индивидуалиста. В обычных условиях, на самом деле, вполне, вполне хватит вот этой вот обычной щетки с обычным функционалом. На самом деле, мне такая щетка-то и нужна, по сути. Эти заморочки все с блютусами, со всей этой электроникой, ну, как-то излишне. Ты утром подходишь, вот, включаешь ее и все. Что у нас написано здесь? Здесь есть одна кнопка всего-навсего, и она переключает между режимами. Это режимы. Вот первый режим. Загорелось солнышко. Вот здесь вот, я не знаю, передает камера или нет. Солнышко загорелось. Это утренний режим. Так, второй режим – ночной режим. Третий режим – это чистка. Потом идет отбеливание. И потом уже идет мягкий режим, нежный режим. Ну, мало ли, кому-то что-то не подходит. Вот. Так что здесь все просто. И загорается индикаторик на каждый режим. Так, берем утренний, ночной, чистящий, отбеливающий и мягкий режим. Все. Это и все режимы, что здесь есть. На ощупь она очень приятная, она такая матовая, реально. В руках держать приятно, тяжеленькая. Все очень стильно сделано. Все-таки приятные цвета, очень стильные, реально красивая щетка. Очень красивая щетка. И сейчас, кстати, вот открою и попробую. Здесь прорезиненная щеточка. Прикольно. Вставляем. Так. Ну, как-то туго вставляется, реально. Очень туго. Очень и очень туго идет. Раз. И все, и чистим. Слушаем, как это работает. А, ну здесь режимов больше. Да, все-таки. В этой щетке она дороже, конечно, и режимов больше. Так, режимов больше. И звуки она чуть другие издает. Допустим, мы возьмем ночной. Возьмем чистый. Ну, отбеливающий возьмем. А, да, кстати, отбеливающий режим тоже здесь. Такие же звуки издает. У меня просто по умолчанию отбеливающий стоит. Тоже вибрирует хорошо, отлично вибрирует. Но здесь, кстати, оборотов мотора больше, ну, и, собственно, пульсаций больше, чем здесь. Это все-таки новее получается щетка. Прикольно работает. Все работает, все отлично. И, да, чехольчик. Чехольчик для щеточки. Вот он. Раз. Все, вот так хранится щетка. Почистили. Положили и все. Ну, естественно, если надо, кому-то другому чистить. Снимаем. Здесь у оригинала написано «Оклеен». Не у оригинала обычно нет никаких надписей. Все. Вот такая вот обычная щеточка. Сравниваем с моей щеткой. Да, у меня все в одном тоне, в одном цвете. Здесь постепенный такой, ну, скажем так, градиент идет. Ну, в принципе, все отлично, нормально. Такая щетка здесь у меня нет никакой резины. Здесь резина есть по умолчанию. Все, в принципе, особо больше рассказать не о чем. Вот. Отбеливающий режим. Мягенький режим. Вот дневной режим. Вот, точнее, утренний-утренний. Солнышко светит. Вот солнышко на индикаторе. Это утренний. Оно что-то все в одном и том же темпе. Да, и, кстати, она каждые 30 секунд будет вибрировать. И, ну, особым образом вибрировать, чтобы сменили четверть челюсти на следующую, чтобы переключились. Сейчас попробуем, как это звучит. Да, вот оно дзынькнуло. Все, соответственно, нужно уже другую четвертинку сменить. Вот следующую четвертинку. Сейчас проверим, она выключится или нет. Ну, по идее, она должна выключиться через 2 минуты после начала. Так, третью уже должны чистить. То есть, берем и постепенно меняем четвертинки челюсти. Тщательно-тщательно вычищаем. Здесь очень кратенькая инструкция. Ну, здесь показано, как мы должны чистить. Вручную щеткой вводить вверх-вниз нет никакой необходимости. О, все, четвертую почистили, четвертинку, и она сама выключилась. Все отлично. По таймеру все выключается. Ну, что ж, так. Просто вводим по зубам медленно, круговыми движениями, без этих вот таких вот движений. То есть, мы просто чистим, как обычно, чистим там круговые движения. И все. Ну, и потом прополоскать. В принципе, все. IPX7 защита идет. Вот, IPX7. Модель F5002. Мощность изделия 1,85 Вт. Опять же, это когда она работает. Емкость аккумулятора 2500 мАч. 2500 мАч. Ну, и, естественно, если мы будем чистить, опять же, это 2 чистки в день по 2 минуты на каждую чистку. Тогда она прослужит 90 дней без подзарядки. С учетом, что это будет использовать 3 человека, естественно, поделим на 3. Ну, даже месяц, месяц без подзарядки, это, в принципе, очень удобно. Даже несмотря на то, что заряжать проводом надо. Да, да, я не указал, что здесь, вот, например, бескон... Ну, как сказать, бесконтактная... Не, на самом деле, контактная зарядка. Вот контакты, даже вот такой дорогой щетки. Вот здесь контакты есть. Просто ставим на площадку, и все. Но, возможно... Ну, в принципе, этот вариант, который здесь сделали, тоже ничем не хуже обычный стационарный разъем USB. Главное, чтобы сюда вода не попадала, иначе крышка и будет. Потому что здесь, если попадет вода, ну, здесь контакты, они защищены, все в порядке. О, даже, кстати, небольшая царапинка есть у меня. Ну, в принципе, эта щетка уже достаточно долго у меня. Она показала себя очень хорошо. Да, здесь экран есть. Здесь видно, сколько процентов заряда. А, нет, видно в приложении. В приложении видно, сколько процентов. А здесь индикатор должен загореться красным. Я так понимаю, вот этот круговой индикатор, он загорится красным. Это означает, осталось 5%. Эта щетка сообщает о том, что она уже разряжена, когда 15%. Когда начинает вот здесь вот, она вибрировать начинает, на экране пишет низкий заряд, нужно зарядить. И когда мы проверяем на смартфоне в приложении, тогда показывает, что 15%. То есть на 15% это уже начинает там каждый раз доставать, вибрировать. Эта должна начать показывать красным, возможно, и вибрировать, что она разряжена только когда 5%. Ну, вот такие небольшие различия. Плюс в этой щетке, я так понимаю, скорее всего, батарея намного больше. Потому что моя щетка даже при использовании для одного человека, ну, где-то около месяца работает. Уже меньше с учетом, наверное, износа. Вот, так что вот такая вот отличная щетка. Ну, что ж, дорогие друзья, для вас прошла там 1-2 секунды, для меня прошла уже неделя. Я неделю с этой щеткой, я полностью каждый день чистил по 2-3 раза в день этой щеткой зубы, оклеен Voyage. Могу сказать, что щетка удобная. Батарея здесь отличная. Чистят 4 человека этой щеткой. Батарея просто отлично держит. Ну, реально это удобно, когда мощная батарея. И да, здесь, конечно, настроек нет. По Bluetooth с приложения настроить невозможно. Но здесь для всех простецкие режимы. То есть, просто вот включил, ну, вот тебе утренний режим, вот тебе ночной режим, вот тебе обычный нормальный режим, вот тебе жесткий с отбеливанием, вот тебе мягкий нежный режим. Ну, нежная чистка. Сниму колпачок. Ну, в общем, видно, как щетки двигаются на режиме отбеливания. Вот четко. И на той щетке, и на этой щетке, которая у меня есть. Просто обычная щетка моя. Все эти режимы, вот нежный, все эти режимы, опять, не совсем хорошо видно, когда ты включаешь щетку. Если бы оно дублировалось здесь, было бы гораздо удобнее. То есть, я стою вот так, зеркало там находится, ну, зеркало передо мной, естественно. И мне бы было намного виднее, если бы эти индикаторики вот здесь дублировались. Хотя бы такая маленькая планочка с пятью индикаториками. Это было бы удобнее. И здесь было бы. Да, а так я уже начал чистить. Вот, я чищу зубы, да, и включаю. И мне тут что-то горит. И мне надо вот как-то вот так, с учетом, что она во рту, да, мне надо умудриться увидеть, какой там я режим включил. Если чистить четыре человека, вообще непонятно, кто на каком режиме чистил. Я взял, начинаю чистить. Мне ничего не видно, ничего не понятно. Мне нужно заглядывать. Есть неразбериха. В этом плане, конечно, есть неразбериха. Если на моей щетке, которую я до этого использовал и буду дальше использовать, там все понятно, я выставил на смартфоне и все видно, то здесь нужно самому присматриваться. Есть недостаток. Так щетка чистит ровно две минуты. Тридцать секунд, небольшая такая, как задержка, пауза. Тридцать секунд, задержка, тридцать секунд, задержка, тридцать секунд. Четыре раза по тридцать секунд. Четыре половинки, ой, четыре четвертинки десен. То есть, одну четвертинку, вторую, третью, четвертую. Все, полностью почищенные зубы. Вот, на моей основной щетке, так, лежать. На моей основной щетке, вот этой вот, AcleanX Pro, здесь все иначе. Здесь, конечно, есть сенсорный экран, абсолютно не нужен. Управлять с него, с этого экрана абсолютно неудобно. Я много раз пробовал, фигня полная. Надо вообще реально убрать, оставить экранчик. Экранчик это удобно и кнопка, все. Все, остальное управление, вот, должно быть просто, просто со смартфона. Это гораздо удобнее, гораздо приятнее и быстрее. Да, на смартфоне, если мы берем просто вот раз, здесь куча режимов у меня. Куча режимов, возможности есть поставить, там использовать и все. И эти режимы используем. Да, она стоит, конечно, раза, там, не знаю, два, три, больше, чем эта щетка. В три, наверное, раза. Поэтому, ну да, здесь много всяких особенностей, там, вот, сколько щетка использовалась. Соответственно, когда уже будет 400 минут, щетку под замену, нажимаем сменить и все. Но это для индивидуалиста, то есть, для одного человека. То есть, каждому человеку нужна вот такая отдельная щетка, там, за сколько она стоит, я не знаю, сейчас она сколько стоит, там, 80 долларов, может быть. Каждому нужна такая. А эта щетка, ну, да, можно забить на эти все показатели и просто чистить спокойно и все. Просто нужные режимы брать, выставлять и все. Вот нужно, каждый человек может в смартфоне там выставить себе и, как бы, посмотреть, что он выставил. Да, это удобно. Но каждый раз, каждый будет подходить к коннекции со смартфоном, тоже не совсем удобно. Поэтому, в принципе, в принципе, для семьи очень удобно использовать щетку, которая, вот, ну, простая, простая, как дважды два, да. Включил, использовал и все. Да, насадки не самые дешевые, но, тем не менее, они доступны в Китае, по крайней мере, да. Щетка недорогая. Щетка очень хорошо держит заряд. Заряжать часто не нужно. То есть, очень-очень много плюсов. Да, я уже показывал, не помню, показывал, нет, по-моему, показывал. Да, здесь USB-C зарядка тоже, что, в принципе, удобно. На моей этой дорогой щетке здесь вот такая вот зарядка. Здесь идет для контактный блок такой. И все, ставим и заряжаем. Здесь, в принципе, реализовано вот таким способом. Заглушка и все. Но здесь есть одна особенность. Я вот не знаю даже. Оно не передает. Ну, в общем, как будто, мне кажется, не совсем идеально приклеено. И, возможно, тут какой-то зазорчик есть. Но пока что за все это время, за неделю, проблем не возникло. Чистит 4 человека каждый день по 2-3 раза в день. Ну, в принципе, достаточно уже много циклов она прошла. И каждый просто заменяет свою щетку, да, ставит, снимает. И все, она, в принципе, легко меняется. Ладно, мне сейчас неудобно снимать. Ну, в общем, легко щетка снимается. Ставится своя, и все. У каждого своя щетка. Каждый со своей подходит к блоку, вставляет и чистит зубы. Это, в принципе, удобно. Цвет. Вообще, цвет шикарный. Мне нравится. Вот исполнение, дизайн, щетки шикарный. Да, чуть больше режимов бы и настройки бы, может, не помешало. Али блютуз режим. Ну, так, чисто для удобства. И все. Но, чтобы здесь оставался выборот удобный такой. Ну, вот здесь бы очень-очень-очень не помешало бы здесь дополнительную плашку с этими, с иконками. Какой режим сейчас. Потому что, ну, реально не видно. Я чищу зубы, ну, мне не видно, кто какой, каким режимом там пользовался. Что сейчас включено. Вот, понять очень трудно. Какой вот был режим до этого. Вот кто-то чистил, там чистил на каком-то режиме. Раз, выключил. Я беру, например, щетку. Раз, включаю. Он на этом же режиме. Ну, такое себе, да. Но, в принципе, щетка бомбическая. За те деньги, которые я купил, эта щетка реально просто, просто бомбическая. Мне нравится она. Как бы теперь у всех есть именно ультразвуковая щетка. И все, в принципе, этой щеткой довольны. Да, поначалу было непривычно. Я-то привык, а остальным было непривычно. Ну, в принципе, это прошло за пару дней. Все привыкли к этой щетке. И уже, в принципе, заметили, что зубы чище после чистки ультразвуковой щеткой. Даже вот этой вот щеткой зубы становятся реально чище. Ощущение чистоты зубов больше, чем, например, как было при Oral-B обычное с моторной, которая крутится. Ощущение чистоты зубов больше именно от ультразвуковых щеток. Вот, а клен, я уже, вторая щетка у меня, и мне нравится, в принципе. Отличные щетки, удобные, и все работает. Ну, в принципе, щеткой я очень доволен оказался. Отличный агрегат. Очень классно, что есть чехольчик. Да, в путешествия, когда собираешься, нужно куда-то воткнуть эту щетку. Вот, есть, собственно, чехольчик. Та предыдущая щетка Oral-B сломалась, поэтому вот купили эту и остались очень довольны. Здесь идет три, три насадки в комплекте. Три сразу на троих людей есть насадки. Вообще отлично, я сказал бы, супер. И сразу все начали чистить. Как раз у меня есть моя насадка с моей щетки, да. У всех остальных сразу раз три новые насадки. Все отлично. В общем, все остались довольны. Все классно, щетка отличная. Чехольчик тоже отличного качества. Очень советую покупку. Если у кого-то были обычные щетки, я уже забыл, что такое даже обычная щетка. Уже с 2018 года мы с электрическими зубными щетками. Обычная щетка это уже как бы прошлое, да. Все уже используют в основном новые щетки, такие вот, такого плана. Но ультразвуковые щетки это вообще супер. Здесь заявлено 76 тысяч вибраций моторчика. То есть, он крутится с бешеной скоростью. Но это ощущается, да. Это ощущается на зубах, что все отлично вычищает. В общем, я очень довольный остался. И все остальные, кто пользуется этой щеткой, тоже очень довольны. Так что, если хотите заменить, если у вас там назрела проблема замены щетки, или вы выбираете щетку, в принципе, советую. Очень дешево, сердито и надежно. С вами был Андрей на канале Урбанист. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. До новых встреч, до новых видосов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»